Всем привет! Я Лиера, и это восьмой выпуск программы, анонсированные ММО-игры этой недели. Давайте же я вам расскажу, что за онлайн-проекты были анонсированы за эти прошедшие 7 дней. Первой в сегодняшнем списке оказалась ММО-экшен-игра NOSGOS от компании Square Enix. Все действия в этом проекте будут разворачиваться во вселенной Legacy of Kain. Каждому игроку дадут возможность решить, за какую из двух противоборствующих сторон он будет сражаться, за вампиров или же за людей. Вампиры предпочитают драться в ближнем бою, ну а люди стараются уничтожать всех своих врагов издали. Девелоперы сделали сильный акцент на командную игру, таким образом отставший от группы персонаж будет менее эффективным в сражении, ну и соответственно более уязвимым. Уже сейчас на официальном сайте этой ММО можно подать заявку на участие в будущих тестированиях. Не так давно платный космический онлайн-шутер Ring Runner получил новый мод Space Defense League. Почему мы его внесли в список анонсированных проектов? Да потому что в отличии от платной Ring Runner, данный мод можно будет поиграть бесплатно, как в самостоятельную космическую мобо-игру. Из особенностей Space Defense League можно отметить наличие более 30 разнообразных космических кораблей. Все сражения происходят в формате 4 против 4. На карте есть башни, крипы и много прочего контента из стандартных мобо-игр. Сможет ли Space Defense League завоевать популярность среди игроков, покажет только время. Компания Hellmini Games представила игрокам свой новый стратегический онлайн-проект Warcaster. По всем данным это будет MMORPG, в которой каждому из вас разрешат исследовать большой и полной опасности игровой мир Calderon. Также тут вы сможете растить и заботиться о собственном драконе, собирать разные ресурсы, следить за развитием личной башни, нанимать и улучшать личную армию, а также заниматься прочими делами. Игра Warcaster будет распространяться по фри-то-плей модели, так что попробовать ее смогут все желающие. Давненько уже не было слышно новостей от компании Fabrica Online. И вот затяжное молчание было нарушено анонсом русскоязычной версии карточной онлайн-игры Might & Magic Duel of Champions. Вместе с этим анонсом сотрудники студии Fabrica Online сообщили, что русскоязычная версия этой бесплатной онлайн-игры с 26 сентября 2013 года перешла на стадию открытого бета-тестирования. А значит попробовать ее можно уже сейчас. Каждый из вас по мере игры будет самостоятельно набирать себе колоду карт, которую придется улучшать и прокачивать. В Might & Magic Duel of Champions вы сможете также попробовать как одиночную кампанию, так и принять участие в сражениях с другими игроками. Ну и завершает список анонсов этой недели зомби-сурвьюл проект The Dead Linger. Сразу отмечу, что предзаказ на эту игру появился в сервисе Steam 27 сентября 2013 года. Модель распространения buy-to-play. То есть для того, чтобы поиграть в этот проект, его сначала нужно будет купить. Стоимость в 11.99 доллара это конечно немного, но я бы не спешил совершать покупку, так как то, что продается в стиле, это альфа-версия игры, готовая примерно на 30-40%. В общем, я веду к тому, что сыровата еще эта зомби-игра. Что касается ее особенностей, то тут все как обычно. Для выживания нам нужно будет искать провизию и воду, а также оружие, чтобы рубить, крошить и кормить свинцом ужасных зомби, заполонивших весь игровой мир. Полноценный релиз The Dead Linger состоится только в 2014 году, а поэтому давайте просто подождем. Ну вот и все анонсы этой недели. Как обычно, всем спасибо за просмотр, комментируем увиденное, подписываемся на наш YouTube канал, ну и не забываем лайк поставить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok